Это в город мы едем на транспорте, а в Зональке мы везде пешком ходим. По родному поселку они передвигаются на своих двоих. Только вот ходить-то и негде, рассказывает Наталья Герасимова. На весь поселок Зональный всего один тротуар. И тот остался с советских времен. К остановке, на почту или по магазинам людям приходится идти по дорогам. Ежедневно рискуют своей жизнью. Местные жители говорят, пока, к счастью, пешеходов не сбивали. Мы вот так встали, по мне вот так машиной проехала. То есть они вот на уровне нас, они как раз, ну притормозил бы один, нет. А это запросто, а дети? Все потому что негде ходить, да? Негде ходить. Когда грязь, это вообще, это бич. Отсутствие тротуаров – проблемы ни одного поселка. Похожая ситуация и в Ново-Соколово-Горском. Пешеходных дорожек там никогда и не было. Идти приходится или по дороге, или козьими тропками. О проблеме рассказали депутату Госдумы. Николай Панков обещал помочь в решении этого вопроса. Не в сапогах все время ходить, да, и зимой, и летом. А все-таки уже будет тротуар, возможность в туфельках пройти. Дети вот идут школы вот оттуда и сюда. И школы так же идут оттуда и сюда. Мы были очень рады, если бы тротуар появился на нашей главной улице, улице Тагильской. И, наконец-то, эта улица стала безопасной для всех участников дорожного движения. Здесь никогда тротуаров не было? Здесь всегда есть проблемы? Да, здесь проблемы были всегда изначально, с остановлением поселка. Поэтому здесь передвигаются и дети в школу, и люди на работу, и огромное количество машин, особо утренне чистые. Поэтому эта улица главная, и тротуар здесь обязательно должен быть. Похожая ситуация и в самом Саратове. На перекрестке Малый Гор на их весе на с тротуарами тоже проблема. По просьбе жителей Николай Панков пообещал в следующем году привести в порядок больше пешеходных дорожек в Волжском районе Саратова. Парламентарий уже реализует проект строительства тротуаров в Балакове, Вольске и Пугачеве. Адреса, где будет проходить ремонт, назовут сами жители, а не представители власти.